Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Юлия Ру Флориды. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Спасибо большое, что вы с нами, вы нас смотрите. Сегодня мы посмотрим один дом, который мы ищем для нашего покупателя. Покупатель находится дистанционно, находится в другом штате, и нет возможности прилетать и смотреть каждый раз, когда выходит какой-то дом в этом районе. Как мы решили действовать? Мы ищем дом, мы ездим, делаем просмотры. Если какой-то дом нам реально нравится и подходит, то этот покупатель, он уже прилетит во время инспекции. Когда мы будем под контрактом, прилетит во время инспекции. Если ему вот что-то реально в доме не понравится, он всегда может выйти из-под контракта. Но вот так летать из штата в штат, чтобы подавать офферы. Сейчас снова горячий рынок, сейчас снова multiple offer situations на рынке, на хорошие дома, на те дома, где цена и качество положительные. Жительные, да. Поэтому прилетать сюда с другого штата, только чтобы посмотреть дом и подать оффер, смысла нет. Лучше прилететь на инспекцию. Если что-то не подойдет, тогда депозит возвращаем, выходим из-под контракта и ловим другие дома. История нашего покупателя такова, что он ищет дом, это семья, вернее, ищет дом по бюджету не превышая 600 тысяч долларов. Это бюджет, это максимум бюджет. Но размер дома должен быть больше 2500 square feet и определенный район. Этот район далеко не самый дешевый, а можно сказать, один из самых дорогих в Орландо, это Виндер-Мир. Поэтому мы пытаемся по всему району смотреть дома, чтобы хотя бы вот эти критерии подходили. По поводу бассейна, конечно, собственный бассейн в приоритете, но тогда у нас получается уже совершенно не складываются суммы. Эти суммы и критерии, они не складываются, потому что дома с бассейном здесь уже стоят 800-900 миллионов и выше. Наконец-то мы нашли дом до 600 тысяч и достаточно большой по квадратуре город Виндер-Мир, 15 минут до Диснеевских парков. Кстати, для них тоже было важно недалеко. Для них, в принципе, и город Виндер-Мир был важен и за школу. Здесь самого высокого рейтинга школы. Здесь, кстати, очень, если кого интересуют частные школы, одна из лучших, Виндер-Мир Преп. Школа прямо находится напротив этого комьюнити. Здесь много хороших плац с ресторанами, продуктовыми магазинами, магазинчиками, бутиками. Буквально в одной миле отсюда, от этого комьюнити. Это плацом, можно даже вечерком и пешком погулять до ресторанчика дойти. Ну, хорошая инфраструктура, удобно добираться до Даунтаун-Орландо и, в принципе, до всех других районов. То есть по 535-й эта дорога не плотно заполняется трафиком, то есть достаточно свободная, хорошая дорога. 535-й вы уже в Диснеи, тут же четверка и вся логистика очень удобная. Давайте по цифрам этого дома, скажем, плюс этого дома, кстати, у них совершенно новая крыша, это очень большой плюс, потому что на такую крышу, такая крыша, это будет стоить около, возможно, 30 тысяч долларов, если бы она была старая. А крышу нужно периодически менять для страховых компаний, иначе страховые компании их или не будут страховать, или будет страховка очень высокая на старые крыши. Здесь крыша новая, так как дом 2005 года, уже крыша прошла свой жизненный цикл, и они поставили буквально новую крышу. Цена дома 585 тысяч, вкладываемся 600. Размер дома 2697, почти 2700 square feet, в переводе на метраж 251 квадратный метр. Как раз вот им нужен был дом больше 2500 square feet. Очень маленькая ассоциация FI, 70 долларов в месяц. Здесь интересная, хорошая комьюнити, здесь детские площадки, теннисные корты, волейбольные корты, баскетбольные корты, комьюнити-пул. Опять-таки, я вернусь, что семье хотелось бы с бассейном, или хотя бы комьюнити-пул. То есть комьюнити-пул здесь есть, здесь даже есть выход, здесь пирс на очень симпатичное озеро, которое называется Lake Sawyer. Это озеро находится в Индромире, там можно порыбачить с этого пирса. Мы тоже снимем с тобой, Юля, озеро, да? Да. После обзора дома. Ну что, пройдем посмотрим. Кстати, налог здесь около 6000 долларов будет в год. 5686. А из чего сделан? Дом сделал, как обычно, первый этаж блочный, второй деревянный каркас. Гараж на две машины. Ребят, мы сегодня будем очень придирчиво смотреть на дом, потому что, ну, это реально для нашего покупателя. Я для него отдельное видео сниму, потому что Юля там пока выложит свое видео, уже время пройдет, а мне нужно сегодня. Я свое отдельное сниму для покупателя. Уже я вижу, что газон неухоженный. С травой все в порядке, она зелененькая, не выгоревшая, но он просто не подстрижен. Ну да. Газон не подстрижен, то есть не привели, это называется у нас Curb Appeal, это вот первое впечатление о доме, когда вы заходите. Да, то есть хотя бы можно было подстрижь газон, но так как здесь не живет хозяин, то простительно. Да, то простительно. Как это эрея называется перед входом, когда здесь можно поставить какие-то стульчики и пить вино вечером? Ну, первое впечатление о доме, конечно, нужен ремонт. Полы на первых, на фотографиях полы выглядели лучше, чем в жизни, с ними ничего, в общем, они вроде нормальные, но это ламинат не дорогой. Это ламинат, да. Совсем недорогой, да. Бывает хорошего качества ламината, а это, ну, не вижу дороговизны в этом ламинате. Вот, здесь у нас опять-таки комната, которую мы не знаем, как назвать. А как она по-английски? Семья сделает здесь отдельную комнату, может быть, игровую для детей. Здесь у нас столовая. А, вот здесь столовая, окей. Так, дальше проходим. Знаешь, в принципе, этот ламинат можно было бы и оставить на первое время. Он нигде не поднялся. Он нигде не вспученный, да. У него нет никаких изъянов, ну, просто нет вот такого вот прям дорогого ощущения, да, от деревянного пола. Да, цвет уже, как сказать, не... Цвет уже не модный, да. Не модный вообще, да. Здесь плитку они оставили, ничего не делали. Это оригинальная плитка. Да-да-да. Кухня, мне кажется, тоже так. Ну, кухня тоже, она... Это оригинал, оригинальная кухня. Ай, она достаточно чистенькая. Ее можно, в принципе, было бы профессионально освежить, перекрасить. Потому что, в принципе, сами... Она деревянная, да. Да, сами шкафы, они высокие. Что хорошо. Да, кстати, вот в районе до 2000-х годов вот эти вот шкафчики были, они, ну, все вот такие. Сейчас уже с 2004-2005 годов уже стали делать высокие шкафы. Ну, возможно, наверное, если бы я хотела сэкономить изначально, да, я бы покрасила, но профессионально. Конечно, не сам с кисточкой. Гранитная поверхность на любителя такой цвет. Но гранит по-хорошему. Он уже тоже не модный. У меня такое впечатление, что этот дом делали... Когда-то в 2005-м? Достаточно давно, когда были вот эти рыжие-коричневые цвета, они были в теме, они были трендом. Тогда Тревертин везде был везде на полу, на стенах. Кстати, очень приятная плитка. Бэксплаж, да, фартук приятный. Странно серого цвета, да, вроде как. Вот это вот, мне кажется, они уже не так давно положили. Да, мне тоже я это заметила. Потому что уже более модерновые. Но это совсем такая рыженькая поверхность. На первое время, в принципе, этого достаточно. Чисто. Да, видно, что хорошо относились к мебели. Просто она устарела морально. Да, здесь нужно тоже красить пейнтри. Это кладовочка для клуб. Для клуб, извините. У нас сегодня второй дом. Так, что еще? Здесь место для завтрака. Обеденная, да? Обеденная. Обеденная зона там. А это завтрачно. Для завтрака, да. Здесь можно поставить круглый столик. А вот, скажи, что это такое? Здесь называется домашний офис. Сейчас уже редко такое строится. Но, опять-таки, компьютер можно поставить. Между сковородками и работой можно быстро варьировать. Да, сюда стульчик поставить и, пожалуйста, наработать. Так, что дальше? Так, проходим. Давайте тогда уже по первому этажу, раз мы начали с этой стороны. Половинка? Да, половинка санузла. Вот, с окном. Бакьяр попозже покажем. Так, дальше. Здесь у нас кладовочка. А, кладовочка. Хорошо. Стены нужно тоже там красить. Красить, освежить. В продажу этого дома не входит стиральная и сушильная машина. Такое встречается достаточно часто. Гараж на две машины. Так. Хорошего размера. Да, тут еще кое-какая утварь разбросана. И на полочке есть место. Ну, знаешь, что мне нравится? Какой плюс? Я бы хотела отметить, что здесь второй свет, очень высокие потолки. Да, вот, кстати, это и привлекло наше внимание на фотографиях. И, вы знаете, мне кажется, главное костяк дома. Потому что такая цена в этом районе, если бы дом был... Кстати, недорогая. Недорогая цена. Здесь получается 216 долларов за квадратный фут. Это именно вот под ремонт. Да, да, да. Потому что если бы этот дом был полностью по-современному отремонтирован, еще если бы и бассейн был, то там цена 850-900. Конечно. Да, здесь у нас 585. Пожалуйста, сделать ремонт и продавать этот дом за 900. Только бассейн не забудьте поставить. Да, да, да. Точно. Но мы пройдем, посмотрим дальше. Да, здесь второй свет есть. Очень красивое такое прям ощущение, да? Да, да. Такой простора. Это мне понравилось. Большие окна. Что, поднимаемся наверх? Лестница ужас. Так, интересный карпет, ковролин. Я такого не видела. Да, перила тоже нужно или менять, или перекрашивать. Ковролин тоже такой же рыженький. Да. О, а здесь смотри, здесь ламинат. Ты знаешь, самое дорогое, в принципе, это сделать лестницу считается. Поэтому они решили не заморачиваться, положить ковролин. А, да, здесь, если эта поверхность такая прямая, на самом деле, это настолько дорого стоить не будет, насколько просто даже несколько ступенек на лестнице. Вон оно. Это у нас, я так думаю, мастер. Это видно, размер очень большой. Здесь у меня даже гранитная поверхность, можно подушки кинуть. Кстати, вот эта вот, она не такая рыжая, как внизу, она уже так поприятнее. А можно даже еще подушками закидать, и можно этот подоконник даже не трогать. Это уютненько, уютненько. Слушай, а там достаточно приватно лес, да? Да, да. Прави, си. Кстати, для них тоже было важно, чтобы не было соседей сзади, чтобы был какой-то, какая-то приватность была. Лес или озеро. Это было неважно уже, но чтобы не было соседа, соседа соседа. Слушай, какая большая комната, скажи. Комната очень большая. Редко бывает такая большая, я сейчас не припомню. Когда мы такую большую видели. Да, это плюс, это тоже плюс. Вот о чем я говорю, мода была на плитку из травертина. Здесь мы это видим. Вот, да. Не, ну в целом, почему? Заезжай и живи, в принципе, знаешь. Я вам не сказала, вот здесь вот. Вот ты думаешь, что-то нужно сделать. Здесь, знаешь, что здесь нужно делать, это силиконить нужно. Да. На самом деле, это достаточно встречающийся фактор. Ну да, понятно. Здесь, смотри, во-первых, притекает, скорее всего, здесь. Здесь нужно даже не менять эту дверь, а просто, как вот они называются, вот такие прокладки. Да, да, поменять все. Они уже старые. Это все нужно менять, здесь силиконить, просто чтобы вода не притекала. Потому что, видишь, душ идет как раз в эту сторону, и здесь все притекает. Да, понятно. Запаха мокрого, вот этого, влажности нет. Нет. Поэтому это не постоянная какая-то протечка. И, видимо, когда душ принимают и от сырости, но на это надо обратить внимание. Да. Мы обратили. Для моих покупателей. Вот это вот старенькое. Старенькое. Вот это и мы выражаем. Я думаю, это было оригинальное. Да, это очень прям такое старенькое. Либо перекрасить, ты знаешь, либо поменять. Да, вот это надо. А вот джакузи. Нет, джакузи эти, на самом деле, они недорогие, они уже прям продаются с раковинами. Ты это выставляешь, выдергиваешь и новую ставишь. Ну, это тоже все оригинальное. Паные джакузи. Да. Не первой свежести. Ну, какой? 2005 свежести. И вот еще для второго человека. Для второго человека тоже нужно выдергивать и ставить новую. Да. Ну, либо я говорю, либо покрасить в такой самый простой вариант. Либо оставить так. В общем, кому-то как захочется. Приватный туалет. Отдельно закрывается. Это плюс. Кладовочка небольшая для полотенчика. Так, хорошо. А здесь что у нас? О, интересное место. Интересное место. Для чего-то, да. Капчик поставить, да? Еще дополнительный можно. Можно туалетку какую-нибудь поставить. Место посидеть. Подумать. Да, ну слушай, большая комната, да. А потолки, потолки, давай скажем, тоже красивые. Да, кстати, в этом доме я заметила, и мне нравятся потолки. Они многоуровневые и высокие. Даже на втором этаже. Очень часто на втором этаже низкие потолки. Даже если на первом высокие, на втором низкие. Плюсик. Здесь мы проходим у нас. Давай посмотрим. Кондиционер. Кондиционер. Кондиционер оригинал. 2005 года, да. Вау, а что он выглядит, как новый? Слушай, он выглядит хорошо. Надо будет уточнить у риэлтора. А где ты видишь, что 2005 год? Ну, выглядит прям в хорошем состоянии. Ухаживали, значит, за ним. Здесь такой коридорчик. Где бы нам свет еще понять, включается. Включаем свет. Вот. Так, еще одна кладовочка. Я показываю кладовочку пока. Коридорчик. Так, кладовочка такая маленькая. Так, здесь у нас... Чего начнем? Здесь у нас идет три спальни. Так, это уже детские гостевые. Это уже детские гостевые спальни. Вот здесь спальни, да? Так, что тут? На крышу выходит, да? На новую? Ну, здесь на крышу, да. Сосед, конечно, соседи есть. Полного правеса нет. Главное, чтобы не было соседей сзади. По звуку можно. Ну, этого не избежать. Только если вы не покупаете дом на нескольких акрах земли. Так, еще... Спальни небольшие совсем. Стены нужно красить. Ну, в дырках. Вот. От картин. А, вот здесь, да, вижу. Вот здесь. От картин. Или свои повесить картины. Второй вариант. Так, здесь у нас... Ага. Кладовочка. Кладовочка. Гардеробная. Гардеробная, да. Так, и третья. Или уже четвертая получается. Где? А, нет. Все, да? Или что? Здесь еще одна спальня, да. Вот третья. А вот интересно, смотри, сплит-система висит. Помимо кондиционирования. Кому-то, видимо, очень жарко было. Еще дополнительный кондиционер. Интересно, интересно. Впервые раз вижу. У нас же центральная кондиционерная. Так, во двор. Хорошо. Три гостевых. Так. И гостевой санузел. Санузел. В доме, в общем, два с половиной санузла. Поняла. Конечно, было бы, мне кажется, лучше... Три с половиной. Или три, да? Ну, хотя бы три. Три с половиной, конечно. Ну, такое редко случается. Это только если уже five-bedroom. Особенно со старыми домами. Ну, не очень старыми, но не суперновыми. Тогда эти вид сверху покажем. Потому что даже, смотри, если дети разнополые, да, то мальчикам и девочкам лучше отдельные ванны. Соглашусь. Так. Что, спускаемся и смотрим бэк-ярд. Ну, в целом, дом светлый, окна большие. Это плюс. Что нужен ремонт? Это минус. Плюс нет бассейна. Тоже минус. И можно поставить бассейн при желании. Тихо, слушай, мне это нравится. Здесь птички поют, да. Классно. Мне нравится живая изгородь с этой стороны у этих соседей. У них новый дом видно, что, ну, более-менее относительно, да? Да, я думаю, они его обновляют. Я думаю, он построен был попозже, да? Вот с этой стороны хороший забор. Можно просто что-то ещё посадить. Вообще раздолье. Что здесь можно сделать? Но, как бы, это дополнительные деньги, да? Вот тут надо что-то облагораживать. Я смотрю, да? Да. Вот с этой стороны. Плюс, что есть зона за сеточкой. Вот это вот интересно, зачем они так сделали плащатку. Да, вот это непонятно. Соботонировать, слушайте, здесь ноги могут ломать. Но, возможно, её... Хорошая вот эта верандочка тоже. Да, ну, смотри. А, сетка, да. Ну, понятно, понятно. То есть здесь можно сделать летнюю кухню. Вот здесь. Ребят, пока ты, Юля, рассуждаешь, я пытаюсь понять, сколько в этот дом нужно вложить. И сколько ты считаешь. Если его заново покрасить, зашпаклевать. Даже если вы сейчас спросите у любого мастера, который бы это делал, он бы тоже не сказал. Но я думаю, сюда... Если кухню оставлять и её перекрашивать, это уже будет подешевле, да. Если полы они захотят не менять, то опять-таки, да, другая цена. Некоторым нравится такой цвет, и получается, что... А полы-то неплохие. Они нигде не испорчены. Я не вижу, что где-то что-то было там покорябано. Я думаю, что что-то требует ремонта, например. Но вот эта вот лестница, она совсем какая-то... Кстати, посмотри, что у нас здесь под лестницей. Мы ещё сюда не заглянем. Нарния. О, здесь нужно хранить чемодан. Вау, прикольно. Пылесос. Ну, ребят, я даже боюсь системейт сделать, потому что я не строитель. Но дай-ка я ещё хочу окна посмотреть. Если они не нужно менять, окна. Не, мне кажется, они такие неплохие. Подождите, что-то они... А, не открыть на них. А, они хотя бы... А, да, нормально. Двойные, да, мне кажется? Двойной стеклопакет. Неодинарный. Да, я вот так вот смотрю. Нет, он одинарный. Да ладно. Да, да, он одинарный. Значит, это оригинальный. Они хорошо двигаются, как бы... Менять не нормально, менять их не нужно. Я бы сказала, наверное, тысяч пятьдесят. Вот ты знаешь, что ты с языка сняла, я тоже дала тысяч пятьдесят. Но это, опять же, не меняя кухню, а просто её покрасить. Снова смотря, какой материал вы будете использовать. Материал, цена материала, да. Вы можете очень дорогой пол сделать. Можете подешевле, будете смотреться, в принципе, похоже. Вот, ну, такой дом, не знаю, много раздумий. Мне так кажется, что нужно будет смотреть ещё дома. Да. Ну, сейчас просто сложная ситуация, да? Сейчас очень горячий рынок и ничего не выходит. Горячий рынок, очень мало что выходит хорошего. Да. Надо переждать. Мы не спешим, кстати, очень интересные. Я только сейчас заметила. Жалюзи вот такие. Да, жалюзи интересные. Симпатично смотрится. Ну что же, друзья. Да. Возможно, мы ещё будем показывать вам дома для этой же семьи. Может быть, они скажут, да, это вообще проблем нет, потому что в этот дом можно вложить денег. И, в принципе, эти деньги, они принесут валю только из-за того, где он находится. Локейшн. То есть даже если вы вложите 50, вы сможете этот дом продать дороже. Понимаете? Есть дома, которые уже переоценены. Да. Какой-то район, размер дома, он переоценен. Там ещё нужно делать ремонт, и он не принесёт такого валю, как другой дом, например. Да. Этот дом, я думаю, принесёт валю. Валю – это ценность, ну, больше ценности. Да. То есть купив этот дом за 585, к примеру, я думаю, ещё здесь и поторговаться нужно будет. Ну, грубо говоря, цена продажи 585. Если вы потратите 50, я не знаю, ну, может и больше. Ну, в принципе, здесь вот как-то вот совсем такого нет, что прям вот ужас-ужас. Ужаса нет, абсолютно нет. Ну, хорошо, скажем, грубо говоря, 50 тысяч вы всегда сможете продать обратно этот дом. Та цена, за которую купили, плюс 50 тысяч и даже, возможно, больше. Опять-таки я говорю, район, здесь очень дорогая земля. Здесь близость к школам, как и государственным высокого рейтинга. Здесь, кстати, хай-скул государственный, пешком можно дойти от этого комьюнити. Дети на велосипедах ездят в школу или пешком ходят. То есть хороший сам район. Так что спасибо, оставайтесь с нами. До следующего видео. Пока. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»